Привет, с вами Soer, а значит будет интересно. Я решил продолжить рубрику анализ кода, она очень даже зашла моим подписчикам. И в прошлый раз я разговаривал с вами про Angular, а сегодня я хочу поговорить про Redux. Redux это контейнер стейта, который разработан Дэном Абрамовым. Обычно Redux связывают с React, но это не обязательно так. В принципе он может быть использован в любом фреймворке или библиотеке. Знаете, мне показалось, Redux создан под влиянием теории конечных автоматов. По крайней мере, анализируя код Redux, иногда кажется, что это какой-то хитрый конечный автомат. Но приглядевшись, конечно же, понимая, что это не так. И почему, собственно, я решил посмотреть на этот код? Все дело в том, что у Дэна получился очень классный, емкий и выразительный код. И на него приятно посмотреть. Более того, Дэн любит функциональные парадигмы. Он использует карирование, функциональную композицию, функции высшего порядка, чистые функции. И на них очень интересно посмотреть с позиции практического использования. В конце концов, вы у себя в проектах можете использовать то же самое. Но прежде чем мы перейдем к рассмотру кода, хочу сказать, что я не буду рассматривать прямо вот всю библиотеку. Я посмотрю только в два конкретных места. Первое это реализация функциональной композиции от Дэна. А второе реализация механизма Middleware, который позволяет расширять базовую функциональность Redux. Я думаю, вам будет не безинтересно узнать о этом подходе. И возможно, вы будете его применять также и в своих проектах. По крайней мере, это очень удобно. Выносить функциональность вовне и не грузить библиотеку лишними возможностями. Но хватит болтовни. Давайте посмотрим на код. Ну что, давайте начнем с функциональной композиции. Это отдельная функция Compose, которая выделена в отдельный файл. И здесь нужно сделать небольшое лирическое отступление. Вообще, функциональная композиция это термин, который пришел из мира математики в мир функционального программирования. И по сути, это довольно простая штука, которая описана у Дэна в комментариях. Допустим, у нас есть три функции f, g и h. Так вот, функциональной композицией будет являться последовательное выполнение каждой функции с передачей результата выполнения в предыдущую функцию. То есть, мы сначала выполняем h с входными аргументами. Результат выполнения этой функции передаем в функцию g. Результат выполнения функции g передаем в функцию f. И такая цепочка может продолжаться сколько угодно долго. В функциональном программировании обычно функциональную композицию принято обозначать с помощью функции Compose. По крайней мере, это очень часто встречается именно такое название функции для создания функциональной композиции. И особенность функциональной композиции в том, что она выполняется справа налево. Если же мы хотим сделать в обратном направлении исполнение, то это уже будет называться конвейером или pipeline. Ну или сокращенно просто pipe. И в языках программирования слово pipe обозначает простейший конвейер, который работает по аналогии с функциональной композицией, но только слева направо. Вот такой нюанс термина 2. Но окей, почему дем создает такую функцию отдельно? Да просто потому, что в джава скрипте нет функциональной композиции, что называется из коробки. Поэтому ему приходится создать ее самостоятельно и отдельно. Большую часть этого файла занимает описание сигнатур функции. Redux написан на TypeScript и он поддерживает статический анализ типов. Поэтому вот такое описание позволяет отлавливать ошибки на этапе перевода TypeScript в JavaScript. И фишка в том, что здесь используется несколько вариантов с перегрузкой по параметрам. И на самом деле вот конкретно здесь это так подробно описано, потому что скорее всего предполагается использовать эту функцию compose в других приложениях, использующих Redux. Потому что в самом Redux, кроме как в Middleware, функцию compose я нигде не видел. Но здесь я хочу обратить внимание на один важный и интересный момент. Это на то, что Дэн использует короткие имена для типов и переменных. Нас очень часто ругают старшие коллеги, товарищи. Если мы в своем коде используем короткие имена, говорят, мол, это сильно портит чтение и понимание кода. Но я еще раз хочу напомнить, что вот это вполне себе боевой код и его читает огромное количество людей. И я так понимаю, ни у кого особых проблем с пониманием не возникает. И все дело в том, что важную роль играет область действия. То есть если у нас тип или переменная используется непосредственно рядом с местом объявления и не размазана по всему коду, то оно может быть и коротким, это имя, не обязательно его делать длинным. А то знаете, как бывает? Одна анонимная функция, у нее название переменных такое, что в строчку не помещается и потом по разу они используются в теле функции. В общем, бессмысленная штука. Можно и нужно сокращать. Имейте это в виду. Ну и сама функция, которая занимает буквально 10 строчек. Здесь я не могу не напомнить о правиле 0, 1 и бесконечности. Оно, кстати, хорошо здесь просматривается. Вообще, это правило, которое говорит нам о том, что данные в программе можно рассматривать в следующем ключе. Данных может быть не быть, да? То есть их может быть совсем не быть. Это когда в данном случае количество функций равно нулю. Это первое число, ноль. Данных может быть ровно в одном экземпляре. Это тоже частный случай, когда длина функции равна единице. А все остальные случаи, 2, 3, 4 и так далее до бесконечности, это вариант коллекции. То есть когда у нас пустое множество и множество с одним элементом, мы их рассматриваем как частные случаи. Об этом нам говорит это правило. Но, а все варианты, где 2 и более экземпляра, мы должны рассматривать как коллекцию. И в данном случае, вот, собственно говоря, это правило здесь хорошо иллюстрируется. Ну и, собственно говоря, вся магия происходит вот в этой короткой записи, где с помощью рекурсивного, на самом деле, подхода оборачиваются все функции. Вот, видите, создается функция обертка, которая последовательно создает функциональные композиции из двух функций, возвращает ее в качестве функции, использует уже обертку функциональной композиции в функциональную композицию. То есть это вот такая матрешка, которая все оборачивает по 2 функции и оборачивает рекурсивно. Здесь, на самом деле, рекурсивность, она не очень наглядна, но фишка в том, что здесь есть небольшой оверхед. Потому что вот эта функция анонимная, она создается столько раз, сколько у нас функций в множестве. По идее, можно было бы соптимизировать, сделать здесь цикл, сделать здесь такую чистую рекурсию. Но фишка в том, что тогда бы эта запись не была такой потрясающе информативной. Ведь действительно, здесь читается вот несколько там в 20-30 символов вся логика работы функциональной композиции. И здесь мы четко видим, что функции будут выполняться справа налево, что они оборачиваются попарно. И, в общем-то, очень информативно и очень выразительно. И вот именно понимание такого кода нужно в себе вырабатывать, потому что я знаю, что не все новички могут легко читать вот такие рекурсивные решения. Хотя они и это и есть как бы такая красота программирования. Ну и, кстати, если бы мы говорили о боевом проекте, о проекте, который используется совместно с другими разработчиками, то я бы, конечно, был против такой записи. Потому что, как я уже сказал, люди с базовыми знаниями языка, новички, джуны, им будет сложновато читать такой код. Гораздо лучше было бы развернуть его в цикл, где то же самое можно сделать. Также можно сделать функции оберток, но сделать это более явно. Вот такая функция Compose получилась у Дэна. Очень ярко, очень выразительно, очень красиво. И, несмотря на то, что здесь используется рекурсивный подход, который, ну, чем плох? Плох тем, что при исчерпании стека вызовов у нас будет ошибка. Но, с другой стороны, Redux используется в десятках тысячах, а то и сотнях тысячах инсталляций. Я не слышал, чтобы у кого-то возникла проблема именно в этом месте. То есть, вот функциональные композиции, состоящие из десяти-тридцати тысяч функций, ну, такого я не слышал. Поэтому, вполне себе нормальный годный подход. Классно получилось. Идем дальше. Давайте немножко поговорим про middleware. Middleware – это термин, который пришел из архитектуры программного обеспечения. Обозначает, как правило, промежуточный слой, выполняющий дополнительную обработку данных. В случае с кодом DEN, middleware используется для того, чтобы расширить функциональность редакса. И здесь, кстати, стоит вспомнить Solid. Несмотря на то, что Solid – это принципы, связанные с объектно-ориентированным программированием, но идеи, которые они используют, можно переносить в другие парадигмы. Так вот, принцип открытости и закрытости, который говорит о том, что у нас класс должен быть закрыт к изменениям и открыт к расширению. И для этого обычно используется наследование. Этот принцип может быть перенесен в функциональное программирование. И здесь он будет означать, что мы можем закрывать какие-то методы от изменения и вносить функциональность дополнительную. Ну, вот скажем, как в случае с DEN, инъекции функций. То есть, это как раз идея того, что у нас наши сущности должны быть закрыты к изменениям, и дополнительная функциональность должна вноситься через инъекции, через инъекции функций в данном случае. Ну и плюс, DEN активно использует принцип единственной ответственности. У него все методы, которые он использует, выполняют одну и только одну задачу, и только с этой задачей связаны изменения, которые могут в них вноситься. Это очень хорошо. Сама функция, которая связывает Store с Middleware, называется ApplyMiddleware. Все Middleware объединяются в конвейер. Я уже говорил, что конвейер отличается от функциональной композиции только порядком следования. Конвейер идет слева направо, но в принципе здесь конвейер похожий на логику работы функциональной композиции. Каждый метод, который содержится в конвейере и является Middleware, должен самостоятельно вызывать следующий метод, следующий Middleware, который находится в конвейере. И это как бы, если вы в своем Middleware не сделаете этот шаг, то конвейер прерывается и останавливается. Довольно много, опять же, места отведено под описание сигнатур функций, Ну а сама логика сосредоточена всего в шести строчках. Первое здесь нужно отметить программирование в соответствии с интерфейсом. То есть выделяется интерфейс для Store, который называется Middleware API. И само Middleware это как раз частично набор частично заданных функций. Всего функции три. На первом этапе замыкается Store, на втором этапе замыкается следующий диспетчер, а на третьем этапе состоятся как раз функции, которые попадают в конвейер и по сути являются диспетчерами, которые выполняют конкретные экшен. И вот такая запись это корирование, то есть это частичное задание функций, которое также пришло из функционального программирования. Если мы посмотрим на реализацию в коде, как они разворачиваются, эти методы, то первые две функции разворачиваются вот в этих двух строчках. Сначала создается Middleware, где фиксируется Store, потом создается функциональная композиция из этих Middleware, в которую передается диспетчер. Вот это вот диспетчер, это и есть Next. И вот в рамках выполнения вот этого метода разворачивается функциональная композиция, которая формирует конвейер, сохраняющийся вместо диспетчер. Очень сложная логика на первый взгляд, но если немножко покопаться, то становится все понятно. И уже метод диспетчер возвращается из Apply Middleware. Таким образом, здесь у DEN используются функции высшего порядка, которые на вход принимают другие функции. Здесь используются чистые функции, которые только зависят от своих переменных и ни от чего больше, от глобального стейта никак не зависят. И здесь используется идея функциональной композиции, идея конвейера и идея корирования, частичного задания функции. На самом деле, корирование это достаточно сложная для понимания концепция, но тем не менее, вот здесь она очень удачно нашла свое применение. И последнее, что мне хотелось бы отметить, я думаю, что вот это вот преобразование, то есть сначала создать функциональную композицию из Middleware, потом выполнить его и создать конвейер из диспетчеров, это как бы такое сложное преобразование. Вполне может быть, что здесь можно соптимизировать и сразу сделать pipeline из диспетчеров без вот этого промежуточного преобразования, но я это так умозрительно делаю вывод, я в нем на 100% не уверен. Таким образом, можно сказать, что у DEN в принципе в каждом файле, в каждом компоненте, вот просто теория программирования, очень сильно проявляет себя и сосредоточена в очень высокой концентрации. Здесь и принципы из солида, такие, скажем, видоизмененные используются, здесь и принципы технологии программирования. И код получается в результате очень прямо насыщенный и по нему много чему можно научиться. Но на этом все, с вами был Сойер, спасибо, что слушали, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok